Пал Палыч Присутствие в доме собаки, а затем ее потомство, воспитали у сына чувство любви и заботы к этим беззащитным, нашим сестрам меньшим. Но всему приходит конец. Собаки уходили из жизни одна за другой, не пережив свой 19-летний порог. И однажды, когда сына уже перевалило за 20, закончилось это французское потомство. Только настоящие собачники знают, как тяжело переживается уход из жизни каждой животины, которая становится с годами членом семьи. Вот и наш дом опустел, и сразу стало не хватать этой удивительной взаимной привязанности и любви. Но однажды, серым осенним утром 90-го года все изменилось. В эти ранние часы пик, пес из пробегавшей стаи бездомных собак, сторонячихся людей, сразу выбрал моего сына, Стаса. Замечательно, если бездомная собака находит добрую, отзывчивую человеческую душу. Наверное, это и есть собачье счастье. Забыв о своей стае, с какой-то удивительной доверчивостью, пес пошел следом за сыном, посматривая на него грустными и преданными глазами. Собачья морда словно говорила, «Ну неужто ты не видишь, как мне плохо без хозяина?» Грязная, нечесанная, черная шерсть клочьями торчала во все стороны, а хвост украшали колючки репейника. Все прохожие с улыбкой смотрели на эту странную пару. Юношу в модном костюме при галстуке и семенящего позади грязного пса непонятной породы. У машины они остановились. Жалостливо, посмотрев на пса, сын уселся на сиденье, опустил стекла передних дверей и, протянув перяник, спросил, «Ну что, Павел Павлович, наверное, есть хочешь?» Почему Стасу пришло на ум это необычное имя, Павел Павлович, он и сам не знал. Но пёс, приняв это за приглашение, обижал машину, прыгнул в приоткрытую дверь и уселся на сиденье рядом. По-видимому, сын и машина чем-то напомнили ему о прошлом. Он демонстративно отвернул морду от протянутого пряника, всем своим видом показывая, что не в этом счастье. Целый день пёс не уходил из машины, опасаясь потерять своего нового хозяина, и с беспокойством ожидал его, непрерывно глядя в окна, когда тот выходил по делам. Вечер в доме ушел на устроенную настоящую баню с расчесыванием густой, свалявшейся шерсти, многократным смыванием, евшейся грязи, и все это пёс переносил с покорностью, терпением и удовольствием, которые отражались на его умной, обросшей, но разомлевшей морде. Полакав воды и отказавшись от еды, он улегся на полу у постели сына. В эту первую ночь все спали плохо, потому что пёс в дреме часто поскуливал и просыпался, поглядывая на Стаса, и лишь убедившись, что он тут, рядом, что он не бросил его, ненадолго закрывал глаза. На утро пса так все и называли – Пал Палыч. Он с готовностью отвлекался на это имя, с завидным аппетитом поел кашу с мясом и с нетерпением сел у двери, ожидая прогулки. Выйти со мной он отказался и все прятался за спину сына. Гулять с Пал Палычем Стасу пришлось без ошейника и без поводка, за отсутствием таковых. Но пёс ни на шаг не отходил от сына и, вынюхивая что-то в траве, постоянно кидал на него свой тревожный взгляд, абсолютно не обращая внимания на других собак. В первый свой счастливый день он с удовольствием подавал нам свои лапы и всячески старался показать, на что способен. Потом у Пал Палыча были счастливые шесть лет. Несмотря на появившуюся привязанность к собаке, по всей округе мы наклеили объявления о найденыши. Но никто на них так и не откликнулся. Потом было посещение ветеринарной лечебницы. Пал Палыч, по утверждению ветеринара, оказался неплохим образцом королевского пуделя. Модная стрижка сделали его похожим на обезьяньего вожака. Вытянутая морда, украшенная сверху высоким коком волос. Широкие висячие уши. Штаны на лапах. Короткий хвост с помпоном. Мощная грудь и выделяющаяся талия. Почувствовав себя красавцем, он даже начал ходить грациозно и изящно. Это была удивительно умная и сообразительная собака. Пал Палыч интуитивно, безошибочно угадывал все наши мысли и желания. Порой казалось, что у него человеческий ум. Имея отважный характер, он казался хорошим сторожем и не раз защищал хозяев, бросаясь даже на овчарок. Однажды, когда у соседа по даче разбежались по лесу десяток кроликов, он выловил всех поочередно и аккуратно, не придушив ни одного, принес на дачу. Как-то в городе, на прогулке, Пал Палыч вдруг внезапно потянулся к женщине с детской коляской. На мой вопрос, знакома ли вам эта собака, женщина что-то невнятно пробормотала и быстро ушла. Подозреваю, что какое-то отношение к этой собаке она имела, но скрыла истину. Пес, конечно, все знал, только рассказать не мог. А если бы и мог, то, вероятно, рассказал бы о людской подлости. Боялся Пал Палыч только одного – потеряться. А потому всегда сам следил за нами на улице и на даче. В 95-м году мы улетали в Штаты. Он летел с нами в контейнере в специальном салоне самолета. По просьбе сына ему сделали успокаивающий укол. В аэропорту Кеннеди нам вынесли контейнер с Пал Палычем. В стрессовом состоянии, никого не видя, не узнавая, он громко, не переставая, выл на весь аэровокзал. Только через пару дней он успокоился, но стал каким-то грустным. Спустя полгода Пал Палыч умер, так и не пережив случившееся. Плакали все. Все-таки нет существа надежнее и преданнее собаке. Рассказ Яна Кауфмана Пал Палыч Ссылку на статью найдете в описании. Всего всем доброго. До свидания. Канал Книжица.